МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотелось бы рассказать о предмете для солдат, который был очень важен. Это солдатская ложка, наверное, наравне с оружием. Ложка всегда считалась элементом таким важным и носилась с собой рядом с телом. Либо это сапог, либо это на груди. Вот такая классическая ложка, красный выборжец, завод, который выпускал массово эти ложки. Были и другие заводы, но основная масса были выпущены данными ложками. Для поисковика и вообще для нас ложка немаловажный атрибут, потому что может содержать всевозможные инициалы, фамилии. То есть какая-то информация может содержаться на ложке. Здесь видно отчетливо на ложке фамилия Сипиков, это фамилия воина. К сожалению, по базе данных мы не смогли найти подобного воина именно по территории, где мы поднимали. Может быть, это не его ложка, может быть, это была подаренная ложка. Но бывает так, что ложки нам очень сильно помогают. Ложек очень много в музее. У нас в коллекции музейной всевозможны. Причем даже иногда диву даешься, что солдат ложки по-всякому и закручивал, и делал короткими, чтобы меньше места занимал. Делал так, чтобы отличительный какой-то знак был. Здесь вот сердечко нарисовано на ложке тоже. Не написано имен, не написано фамилий, лишь только инициалы и какие-то рисунки непонятные. Тяжело, наверное, и трудно держать ложку пробитую, потому что понимаешь, что человек остался на поле боя, был поражен осколком, и ложка, это частичка его, она хранит по сей день, наверное, его воспоминания, его желание жить, нежелание умирать, но не всем повезло, не все смогли вернуться. Также ложки встречаются и трофейные, вот эта немецкая ложка, необычная, наверное, поражает своим объемом черпала, и тоже такой символичная, может быть, и для русского солдата это не совсем было, естественно, брать немецкое и есть этим. Одно дело снаряды, вооружение, а другое дело личные вещи, которые могли солдату как-то сопутствовать. Если солдат терял ложку, для него это было, конечно, утрата, либо если она ломалась, там попадание осколков, солдату приходилось что-то выдумывать из подручных средств. Вот здесь мы видим проволоку, в которой перемотана ложка, и вот таким вот незамысловатым предметом употребляли пищу, его уже тяжело назвать, конечно, классической ложкой, но все-таки она тоже есть и была. Оловянные ложки. Ложки периода Первой мировой войны, но так как на складах их было очень много, всевозможных, они тоже встречаются и в период Великой Отечественной войны. Необычная, больше похожа на деревянную ложку, и по своему составу, сделанной из олова, наверное, она была даже лучше, чем алюминиевая. Редкая находка – чайная ложка. Чайная ложка, штатная, вроде, казалось бы, тоже должна была выдаваться постоянно всему личному составу, независимо, это красноармейцы, либо офицеры, но встречается больше у офицерского состава, нежели у рядового. В моей памяти встречается каждый раз ложка, которую мы нашли, и она была очень необычная. Необычная она была тем, что на самом Черпале и внутри, и снаружи были очень много имен, причем имена были как женские, так и мужские. Нас сначала это поразило, и мы не поняли до конца, зачем человек подписал два десятка имен на одной ложке. Но позже, когда нам объяснили, что ветераны сами рассказывали, было такое поверие, что на ложке нужно было делать много имен, для того, чтобы, когда употребляешь пищу, ты целуешь тем самым своих родственников, то есть вспоминаешь, а пищу ты принимаешь довольно-таки часто, соответственно, часто вспоминаешь о своих близких. Фотографий не было, были только какие-то воспоминания о людях и воспоминания о доме, которым хотелось вернуться и увидеть всех живыми. И вот ветераны говорили, что да, действительно такой факт был. Данную ложку пришлось передать родственникам, так как установили личность солдата. Помимо самой ложки, мы еще нашли котелок, а вот на котелке были все данные по бойцу, в том числе и уроженец какой области, он был, фамилия, имя, отчество и год рождения, что способствовало установлению личности этого солдата. Взять вот ложку вот эту, с фамилией Лобанов, когда мы открыли список, и 1600 фамилий Лобанов, которые проходили службу, допустим, на территории Ленинградской области, ну, очень сложно выявить именно того Лобанова и не ошибиться, самое главное. Поэтому, когда боец заполняет ложку очень скрукулезно, и заполняет год рождения, заполняет область свою, тогда да, можно еще как-то установить более точно. Самое главное, не принести второе горе родственникам, потому что поисковик – это человек, который не может сделать эту ошибку и сообщить родственникам, что да, мы нашли вашего бойца, а потом выяснится, что он по документам или еще как-то погиб, допустим, не в Кирижском районе, а где-нибудь в Кировском районе. Лужка для солдата, наверное, как нательный крест. Это та вещь, с которой он никогда не расставался и та вещь, которая нужна была каждый день. Поэтому и человеку, сегодняшнему, уже современному, человеку 21 века, наверное, отношение к ложке изменилось. И мы ее не стали ценить, так как ценили ее в годы Великой Отечественной войны.